Александр Харпович вернулся из Удомовска, говорит об этом. Чем сто раз слышал. И я был свидетелем той кровавой расправы фашистской хунты в центре города, когда на мирное скопление людей, женщин и матерей была сброшена кассетная бомба. Я видел эту ужасающую картину, которая мне не дает еще до сих пор пасть, когда мать с оторванными ногами нашла еще силы обернуться и спросить, а где мой сын? А сын ее рядом лежит мертвый. Вот вам лицо этого нашего нового императора, который пришел на крови, который взращивал фашизм на Майдане и сейчас цевил о намерении таким же кровавым, жестоким образом наводить порядки по американскому образцу на Украине? Я непосредственно наблюдал боевые действия народных ополченцев и видел тоже мрачную картину, когда снайперы, правосеки расстреливали и большее число жертв как раз оказалось из числа мирных жителей. Я видел женщин, патриотов, которые выносили из подъезда все, что у них есть, последнее, кормили и поили бойцов ополчения. И я считаю, что Луганск войдет в летопись героической борьбы с фашизмом и заслуженно будет носить звание города-героя, так же, как Славянск. Киев же опозорил это святое звание, и он не достоин носить звание города-героя. Он не вынес испытаний, не дал должного отпора наступающему нацизму, которая уже сегодня воплотилась в форме фашистской диктатуры. Я считаю, и мое мнение такое сложилось, а я видел луганчан, город идеально чистый, люди спокойно, размеренно и патриотично настроены за новую Луганскую народную республику. Я общался с теми ополченцами, я, к сожалению, не могу по понятным вам причинам называть имена этих героев, но все они бескорыстно служат интересам нового народного образования. И на этом фоне, как неприскорбно говорить, Харьков все-таки выглядит на сегодняшний день городом гневой интеллигенции и политичных лавочников. Я видел только единицы тех, которые бежали поездами, причем среди молодых, но это единицы, которые бежали из Луганска, боясь бомбардировок и обстрелов нацистской хурты. А остальные люди решительно отставят Луганск. Я не хочу, чтобы Харьков уподобился Петя обосрался? Да. Уподобился Киеву, чтобы мы так же безроботно можем стать, то, во имя чего мы провозглашали и Харьковскую народную республику, и то, во имя чего многие ветераны выходили и добивались своих требований перед тысячами Зарьковчан. И очень застатно, когда нас, наша площадь, эти мероприятия посвящает многое количество людей. Я прошу вас, человек, имеющий большой жизненный опыт, набирайтесь мужества, следуйте примеру Донбасса. Не уйдя в кусты, мы только проиграем. Нам нужно организовываться и быть готовыми к тому, чтобы дать достойный отпор фашистской хунте, которая намеревается силой подавить народные движения на Юго-Востоке. Дорогие харьковчане, прошу вас еще раз организовывайте в массовости наша сила. Пора нам расстаться с этим позорным менталитетом моя Катас-Край. Спасибо за внимание. Дорогие мои земляки, действительно сегодня меня.